Тинге продолжает слабеть. Основные причины назвали в Нацбанке. Повлияли на ситуацию рост спроса на валюту и ограниченность продавцов на рынке. Об этом заявил заместитель директора Департамента монетарных операций Финрегулятора. По словам Ивана Сердюка, в целом динамика Тинге соответствует общемировому тренду. Рост доходности гособлигаций и глобальное укрепление доллара США оказывали давление на валюты многих развивающихся стран. С начала июня Национальный банк не участвовал в торгах с целью воздействия на обменный курс за счет золотовалютных резервов, то есть не проводил интервенции. Как уже стало традицией, информацию по нашим операциям на валютном рынке в июне, будь то за счет золотовалютных активов Национального фонда или ЕНПФ, мы опубликуем в первый рабочий день следующего месяца. Хочу отметить, что на котировку рубль-тенге прежде всего влияет то, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару. Рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару на мировых рынках, поэтому курс рубль-тенге продолжает расти.